Здравствуйте! В эфире экономика. Мы не только учим понимать экономические процессы, но и рассказываем о факторах, которые на них влияют. Ягульна Рожендогулова и сегодня в эфире поговорим об уровне производительности труда в Казахстане и разберемся, почему этот показатель так важен для страны. Поднять уровень производительности в стране – задача государственной важности. Этот показатель на самом деле гораздо глубже. И то, что Казахстан проигрывает по уровню производительности странам ОСР, говорит и о невысокой технологической развитости отечественной промышленности и о недостаточном развитии, к примеру, сельского хозяйства. Мы поговорили с казахстанскими экспертами, чтобы понять, почему при всех стремлениях государства уровень производительности труда все равно разительно отличается, к примеру, от развитых европейских стран. Доклад Всемирного банка о состоянии экономики Казахстана за прошлый год – документ полезный и интересный своими показателями и прогнозами. В докладе, который называется «Вызовы экономической диверсификации в условиях стагнации производительности», рост ВВП в 2018 году объясняется тем, что показатели нефтяного сектора оказались лучше, чем ожидалось, а в секторе услуг и сельском хозяйстве наблюдается стабильный подъем. Тем не менее, несмотря на эту динамику, рост производительности в Казахстане в последние годы снижается на фоне ограниченных возможностей для развития частного сектора и доминирующего положения государства в экономике. И вопросом производительности труда в Казахстане эксперты Всемирного банка посвятили целый раздел. Хочу отметить, что согласно исследованиям Всемирного банка для Казахстана есть такая некая тенденция последних 10 лет, несмотря на рост абсолютного значения, темпы роста производительности труда снижаются. Причиной данного снижения, согласно исследованиям, является технологический уровень развития отраслей, именно отраслей обрабатывающей промышленности. Согласно исследованию института Франкхофера в 2017 году у нас 80% предприятий обрабатывающей промышленности использовали ручной труд или полуавтоматизацию в производстве. И тут вывод очевиден. Страна нуждается в развитых технологических производствах, где ручной труд человека был бы сведен к минимуму. Но проблема не только в этом. По данным Всемирного банка, снижение производительности связано главным образом с ограничениями в развитии частного сектора и низком уровне входа новых компаний на рынок. Темпы роста производительности в Казахстане резко снизились за последние несколько лет. Так, с начала 2000-х уровень производительности в Казахстане обеспечивал до 6% в росте ВВП. Однако в период между 2014 и 2016 годом рост производительности остановился и начал снижаться в среднем на 2% в год. А вот так выглядит кривая производительности труда в Казахстане за последние 20 лет. Если сравнивать с другими странами, в СНГ мы, можно сказать, лидеры. Мы вот с Россией, Казахстан и Россия на первом-втором месте примерно по производительности труда. Вообще, если сравнивать страны мира, если со странами мира сравнивать, то тогда надо брать показатель производительности труда по паритету покупательной способности. Номинальный уровень это примерно 18,5 тысяч долларов. По паритету покупательной способности это от 55 до 58 тысяч долларов. В среднем в странах ОСР производительность труда в 2018 году была равна 96,5 тысяч долларов. Сейчас в Казахстане около 80% предприятий, обрабатывающей промышленности, все еще используют ручную труд или имеют полуавтоматизированное производство. Полная автоматизация присутствует лишь у 3% предприятий обрабатывающего и у 21% предприятий горнодобывающего секторов экономики. И понятное дело, что с таким багажом Казахстан нуждается в механизмах, которые могли бы сделать экономику диверсифицированной и конкурентноспособной. Поэтому в рамках данной проблемы в стратегии 2025 приняты ряд направлений. Ставка делается, конечно же, на дальнейшее увеличение сложности экономики. Согласно анализу сложности экономики, экономика Казахстана в рамках ЕАЭС уступает экономике России и Беларуси. Также в рамках стратплана 2025 предусмотрено направление по модернизации, ведется работа по разработке программы Индустрия 4.0. Также ведется работа по разработке нового плана индустриального развития ГПИ. Только сравните, производительность труда в мировом сельском хозяйстве за минувший век выросла почти в 100 раз, благодаря усилению технического оснащения отрасли и развитию технологий. И если в начале 20 века один фермер мог прокормить в среднем 2,5 человека, то в 2020 году эта цифра приблизится к 200. И Казахстану, как аграрной стране, есть куда стремиться. В примере, есть государственная программа по развитию агропромышленного комплекса 2017-2021 года. Там ставится задача к 2021 году увеличить производительность труда, реальную производительность труда примерно на 38% от 2015 года. Точно такие же программы есть в обрабатывающей промышленности и так далее. К примеру, в стране действует дорожная карта по развитию машиностроения. Проект рассчитан до 2024 года. За это время количество выпускаемой продукции планируют увеличить в два раза. На треть ожидается рост экспортного потенциала. В рамках программы планируют принять закон о промышленной политике и разработать преференции, которые позволят отечественным предприятиям активнее модернизировать производство. Кроме того, в Казахстане будет создан фонд развития промышленности. А еще страна остро нуждается в высококвалифицированных кадрах. Потому что есть какие-то рабочие навыки, навыки именно в сфере, но ввиду того, что оборудование очень технологичное, высокотехнологичное и требует именно хорошей IT-подготовки, вот такой подготовки, к сожалению, у нас не осуществляется. Кроме того, имеется краткосрочное профессиональное обучение от одного до трех месяцев. В принципе, также можно переобучить какого-то специалиста на конкретную специализацию. В Всемирном банке выработали свои рекомендации, чтобы повысить производительность труда. Во-первых, создать нормативно-правовую среду, при которой малые и средние предприятия имеют возможность расти и привлекать инвестиции, а также сокращать присутствие государства в экономике. Во-вторых, реализовывать меры по противодействию коррупции и усилению верховенства закона, чтобы компании в Казахстане стали более эффективными. И в-третьих, внедрить системы регулирования и конкуренции, чтобы процессы приватизации приводили к уменьшению концентрации рыночной власти, а не к простой передаче ренты из государственного сектора в частный сектор. Казахстан на сегодняшний день по параметрам производительности труда подошел к такому переломному моменту, когда экономике необходима новая экономическая модель, когда необходимы структурные реформы, которые были бы направлены на улучшение базы, то есть это оборудование, внедрение новых технологий, цифровизация. В качестве примера можно привести сферу казахстанского машиностроения. За первое полугодие этого года объем производства машиностроения увеличился на 13,4% и составил 553 миллиарда тенге. За шесть месяцев с начала года было введено в эксплуатацию 128 проектов на общую сумму 367 миллиардов тенге. В этом году планируется запуск 10 проектов на сумму 54 миллиарда тенге. На самом деле рост производительности – это вопрос именно технологии, то есть вопрос технологий. И поэтому очень важно именно привлекать иностранные инвестиции. У нас самая, например, в горнодобывающей промышленности там производительность труда примерно в четыре раза выше, чем в целом по экономике. И это примерно сопоставимо, можно сказать, сопоставимо с развитыми странами, так как туда идут технологии. Для сравнения, в Казахстане действует более 2600 машиностроительных предприятий, которые дают работу 64 тысячам человек. Производительность труда на одного работника в среднем по отрасли составляет 12 400 долларов. И в итоге меры, прописанные в дорожной карте развития машиностроения, будут стимулировать к тому, чтобы к 2024 году общий объем производства был доведен как минимум до 2 триллионов тенге. Производительность труда в расчете на одного работника с нынешних 12,5 тысяч была увеличена до 24 тысяч долларов, а экспорт машиностроительной продукции был увеличен до 30%. Это была «Экономика». Программа, в которой мы не просто считаем деньги, а анализируем процессы с точки зрения цены. Ягульна Роженда Голова. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин